я приветствую вас на канале блендерулы и мы продолжаем с вами изучать прекрасный 3d пакет блендер и у нас по плану моделирование персонажа самых азов и до конца до анимации до рига и так далее и так вот такого волчонка из ну погоди или не волчонка а волка не знаю будет ли у него еще сигарета но пока это волчонок вообще такого волчонка мы будем делать с вами а вот но я пока сделал только лоу поле голова туловище то есть по мере того как я буду подходить к завершению я буду выпускать и уроки для вас ну что поехали открываем новую сцену сейчас мы создадим виртуальную студию для того чтобы заняться моделированием нашего волчонка да куб нам пока не нужен хотя пускай стоит делаем то сразу я включаю горячие клавиши чтобы видно было на называется это старт дисплей скрин каст кейс маус я увеличиваю где-то до таких размеров и текст 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 5 нормально все теперь можно отключить вот эту панель ти а н панель мы пока оставим и так первая картиночка первый бакграунд фоновое изображение мы сейчас подтянем где он у нас находится дисплей вот бакграунд имидж ставь галочку можно открыть цветок потом поставить галочку или наоборот не имеет значения добавить изображение выбираем сразу вид фронтальный первая картинка будет вид спереди нажимаем открыть и выбираем где-то тут у меня есть project 3d характер и вот тут ну погоди волк сэп осмай бай и вот я здесь хочу упомянуть о том человеке который сделал этот ну скажем так шит скриншит или там как-то еще не помню называется по-английски что-то есть слово шит в общем фоновое изображение да корр изображения и этого художника зовут дарк энджел син вот как вот как то так я не знаю где его сайт находится и парк где можно видеть его портфолио но его зовут дарк энджелси спасибо ему большое и нажимаем open image вот такой вот волк у нас получается чтобы как-то привязаться к размерам давайте сделаем его там не знаю метр шестьдесят метр восемьдесят то есть выставим метрическую систему измерения чтобы как-то ориентироваться ну вот чтобы не юниты были а сантиметры да выбираем да здесь выбираем сантиметры пусть остается метрическая а вернее не метрическая да метрическая остается пусть будут сантиметры и когда мы выставляем сантиметры здесь то у нас тут появляются клетки вернее клетки быки да и каждая клетка с ним сантиметров что-то мало как-то 10 сантиметров а надо увеличивать да кубик какой-то маленький а вот здесь нет не даже не нужно ничего увеличивать друзья а вот здесь просто вот так вот нажмем и поставим 1 1 к 1 все теперь у нас нет получается куб у нас двухметровый 2 на 2 давайте изображение вот здесь мы будем редактировать да что то можно вот так вот свернуть это у меня здесь мэйк юмонда мэйк таргет версия импортирование ретаргетинг я делал персонажа может быть когда нибудь мы его этого волка сделаем импортируем анимации будем анимировать и будем ее редактировать так а здесь мы сейчас настроим что у нас есть у нас есть размер сайс надо уменьшить до до каких пор давайте двух до двух метров может быть еще меньше и так бокс смотрите чтобы бокс не делать прозрачным вот таким вот вид не делать ему проволочным да или как каркасным а мы могли видеть и фоновое изображение и видеть и сетку это настраивается вот здесь давайте я верну назад сделаем вид солид и вот тут нажмем фронт теперь наш бокс будет виден и не нужно будет переходить в каркасный вид он будет виден и будет виден наш волк давайте мы еще меньше сделаем но вот если начинать мы будем а вот у нас наш центр да надо волка подымать ну давайте подымем пардон здесь начали 0 теперь по еду надо поднять вот я тут это делаю поднять пока его основание лапок не будут на красной вот этой вот линии на нуле здесь многовато 4 нет это тогда получается 6 тоже много да 55 отлично 55 все надо зачем уже такие тонкие тонкие такие точные размеры чтобы потом когда мы будем делать настраивать вид сбоку у нас эти размеры совпадали здесь там 155 там 155 бокс можно еще меньше сделать кстати вид кто любит моделировать браш может сделать себе вот такой вид мотка вот так и выбрать красный вот такой и у вас теперь будет смотрите режим мотка также вы можете выбрать вот такой вот тоже очень удобно ну по боксу сейчас это не определишь когда у нас уже будет модель более развита когда она будет будет хотя бы половина нашего корпуса создана нашей из нашего тела тогда вы можете видеть больше будет грани больше сглаживания тогда будет удобно посмотреть подходит ли нам этот вид ли не подходит а я заранее вот сейчас выставил в принципе ага да сдвинута еще да давайте мотка снова свернем список и здесь у нас по иксу мы будем спекать сбегать пока волк не будет в этой синий процент осевой линии z не будет ровно поделен 6 давайте 55 почти да еще чуть-чуть не попали мы 56 в 10 синий процент в 10 синий в 10 синий нас устраивает все можно сохранить контрол но погоди волк вторая часть или не вторая часть а можно написать что будет означать урок урок пардон надо чуть-чуть поправить все написал я волк урон урок и назвал 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 с это нажал с с сохранить как у пока мы не трогаем теперь давайте другой вид настроена запоминаем что у нас здесь можно сразу получается у нас по высоте 1.55 и 33 они встречаются 1.55 эти три добавить еще одну картинку фронт, а теперь мы выбираем если это будет картинка справа или слева давайте попробуем справа а там видно будет если что поменяем нажать open, снова ее нажимаем теперь размер 33 3 точка 3 а, даже нужно же посмотреть да видит справа, нажимаем 3 и видим, вот она картинка нажимаем справа, троечку я нажал я очутился справа, 3 по высоте я уже забыл давайте еще раз посмотрим, ага тут мы это не увидим, это мы увидим вот здесь нажмем галочку и посмотрим да, 1.55 1.55 так так и 5 а что это такое вообще, что я с руком ааа, сюда попал нечаянно, да? 5, а было 5? 5, ну хорошо и мы сделаем 5 вот тут нужно поставить 1 точка 55 вот так и теперь если мы нажмем 1 нажмем 3 у нас будет совпадать совпадать единственное, что еще меня не устраивает это то, что когда я нажму 3 и смотрю вид справа то у меня вот этот волк, который может стать последним, находится справа его нужно поставить поэтому мы опять используем поясе ну а здесь честно сказать как хотите можете вот сюда можете вот сюда что тут 100, да? давайте сделаем 200 а, это далеко, да? значит сделаем 0 5 вот, ну как ориентироваться? можно по центру по центральной части вот по точке колен по колену можно по плечам ориентироваться это уже не суть важна так, ну и наш бокс что можно с ним сделать? давайте вот поставим куда-то в центр будем начинать с пузика, наверное мы или ну я начинал с пузика я начинал с пузика вот можно уменьшить до этих пор вот так и смотрите ну только центр у нас при экспорте как вы знаете в какую-то игрушку там или еще куда модель, центр центр модели должен находиться или центр трансформации или начало или локальной локальной координаты модели еще так можно говорить находится вот должно находиться в центре сцены поэтому мы должны сюда поместить нажимаем Ctrl-Shift-Alt-C и Original 2 3D курсор а курсор у нас уже был заведомо находился в центре если он у вас не был там то Shift-S и курсор центр ну а потом Ctrl-Shift-Alt-C и Original 2D курсор все мы с вами подготовили нашу сцену в принципе первая часть или введение подошла к концу спасибо вам за внимание ставьте лайки подписывайтесь а в следующей в следующей части мы с вами обязательно начнем делать и я там посмотрим что мы успеем начнем делать нашего волка моделировать 3D персонажа всем пока 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 Продолжение следует...